Представившись сотрудником пенсионного фонда, 41-летняя преступница попала в квартиру жительницы города Видное. Много рассказывала про различные услуги, вручила подарки и сообщила пенсионерке новость. Мол, денежная реформа в стране, все меняют старые купюры на новые. Предложила сделать это не выходя из дома. Вручила пожилой женщине банкноты банка приколов, а взамен забрала ее кровные почти 600 тысяч настоящих рублей. Проспект Ленинского комсомола 60. Именно в этом доме произошло преступление. К счастью, подъезд потерпевшей, четвертый по счету, оборудован камерой видеонаблюдения. Она-то и зафиксировала преступницу. Когда пожилой человек уже понял, что его обманули, обратился к нам сюда в ВД, и мы уже начали работу. Соответственно, оперативники нашего подразделения выехали на место, отработали территорию, были изъяты камеры видеонаблюдения, записи. И, соответственно, по этим записям был идентифицирован, скажем, преступник. Уже были пройдены оперативные мероприятия. Данная гражданка была задержана на территории Ленинского района. В задержании участвовали сотрудники госавтоинспекции. Они и остановили автомобиль мошенницы. При обыске были найдены вещи, которые злоумышленница использовала при совершении преступления. Сейчас она находится под следствием. Свою вину не признает. Но улики, очевидно, указывают на нее. К тому же потерпевшая узнала в этой женщине ту самую непрошенную гостью. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. На территории Москвы, Московской области, преступление совершали? Все. За что задержаны сотрудники полиции? Почему? Не знаю. Деньги потерпевшая вернуть не смогла. Полицейские не нашли их при обыске. К сожалению, такие преступления не единичны. Наши пенсионеры очень доверчивые. Запросто открывают двери незнакомым людям, хотя делать этого нельзя. Сотрудники социальных служб, будь то пенсионного хонда, социальной защиты или Центра обслуживания пожилых граждан Вера, всегда заранее предупреждают пенсионеров о визите. Крайне редко, когда наши социальные работники выходят в квартиры к бабушкам самостоятельно и для постановки на обслуживание предложения наших социальных услуг. В основном этим занимаются наши заведующие, которые выходят в комиссионном. И только тогда бабушка, удостоверившись в точности, что пришли из Центра социального обслуживания, открывает свою дверь. Специалисты уверяют, никакой настоящий социальный работник не станет совершать с вами денежных операций. Какие-либо средства пенсионеры могут давать только знакомым работникам соцслужб для покупки продуктов или лекарств. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор столько было передач, столько было предупреждений и по телевидению, и в газетах, и по радио. И люди еще так поступают. Я не понимаю, даже один, по-моему, он сказал, что в милиции работает и высокую должность занимает. Он говорит, я даже никому не открываю. Нас с детства учат, не открывая дверь незнакомым людям. Но, кажется, с возрастом мы забываем об этом простом, но таком нужном правиле. Будьте бдительнее и не доверяйте проходимцам. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видноэ ТВ.